В Дмитровской центральной библиотеке писатель и журналист Аркадий Зюзин, известный дмитровчанам по книгам о Герои Советского Союза Константине Аверьянове и о воинских мемориалах, презентовал новую книгу. Она называется «Восхождение к двум махам» и посвящена Герою Советского Союза, летчику-испытателю, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Махалину. Книга написана в жанре биографического романа. В 2015 году вышла моя первая книга из цикла, посвященного Героям Советского Союза, роженцам Дмитрова, о Константине Аверьянове, балладе непобежденном. Потом как-то, само собой, возникла мысль продолжить. У нас, во всяком случае, есть микрорайон Маркова, есть микрорайон Махалина. Ну и плюс, как ни странно, почему-то нигде не отмечено именем Петра Дмитриевича Худова. Не в Яхрин, не здесь в Дмитрове. Ну и, соответственно, начал собирать материалы. То есть где-то уже в прошлом году, к лету, у меня было готово, так сказать, две заготовки, либо Худов, либо Махалин. Ну, решил начать с Махалина. В процессе работы над книгой Аркадий Зюзин обратился к Центральному архиву Министерства обороны, Музея конструкторского бюро Сухого и Народному музею школы номер один. С помощью писателю были документы из личного архива и воспоминания сестры нашего земляка Тамары Николаевны и внука Владимира Махалина, тоже летчика, пилота президентского отряда России Алексея, а также знавших Владимира Николаевича современников. К сожалению, родные Владимира Махалина не смогли присутствовать на презентации, но книга об их прославленном родственнике обязательно будет передана им в дар. Большую помощь в издании книги оказали дмитровские предприниматели Юрий Катуков, Юлия Чарышкина и Игорь Никитин. Книг военных летчиков, тем более испытателей, можно где-то в пределах полтора десятка. В презентации книги «Восхождение к двум Ахам» приняли участие герой России летчик Игорь Тарелкин, директор Центральной межпоселенческой библиотеки Зинаида Злотникова, сестра Константина Аверьянова Анна Антоновна, Алексей Поливанов и представители общественности. Писатель Аркадий Зюзин рассказал о биографии дмитровского летчика, уроженца села Дядьково. Вклад Махалина в развитие отечественной авиации очень велик. Он первым в стране преодолел двойной сверхзвуковой барьер скорости, дал путевку в небо фронтовому истребителю Су-7 и перехвачку Су-9. За самоотверженную работу на самолетах Сухого, мужество, проявленное при сложнейших испытаниях, в 1957 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. В честь нашего земляка получил название микрорайон Махалина в Дмитрове. Это первый Герой Советского Союза, достойный этого звания, из летчиков КБ Сухого. Первый. Только второй был Владимир Сергеевич Ильюшин, самый знаменитый летчик. А Махалин был первый. И первые два самолета КБ Сухого подняты в воздух имени Махалина. И даже когда я связывался с сотрудниками музея КБ Сухого, да, они говорили, да, Махалин с придыханием, то есть в одном ряду с Ильюшиным, с Соловьем, с Пугачевым, называют имя. Ну вот человек какой-то нераскрученный. Даже в нескольких фильмах, которые я отсматривал в студии КБ Сухого, там так, ну известно, что человек первым преодолел 2000 км в час скорость, первым преодолел два сверхзуха, два Маха. Ну, собственно, почему и книга так и названа «Восхождение к двум Махам». Судьба отмерила Владимиру Махалину недолгий путь летчика-испытателя. Всего пять лет. Из-за тяжелой болезни, рака крови, он был вынужден уйти с летной работы. Похоронен Владимир Махалин в селе Очево Дмитровского района. Книга Аркадия Зюзина «Восхождение к двум Махам» поступит во все библиотеки Дмитровского района. Писатель передает в дар Центральной библиотеке не только книгу, но и ее электронные копии, с которыми читатели могут ознакомиться на сайте dmitrovkrai.ru.